После прошлого видео, где я показывал, как я сделал трафареты за 10 рублей на 1000 показов и потратил за неделю всего 144 рубля, меня просто одолели вопросами. Ну, это же невозможно. Ну, 550 рублей же минимально и так далее. И, ну, те, кто продают на Marketplace уже какое-то время, поняли, что это видео не совсем для них, потому что они, наверное, и так все будут знать. А если ты прям совсем новичок, кто не понимает, как так при бюджете 550 рублей в день можно потратить за неделю всего 144 рубля, то это видео для тебя. В этом видео я расскажу три полезных вишни, которые нужно знать при работе с трафаретами на Озон, как ими пользоваться и как с помощью этого увеличить продажи твоих товаров. Давай начинать. Перед этим обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Это поможет продолжение видео, и я смогу снимать для тебя гораздо больше крутого контента. Поехали. И в первую очередь я хочу как раз-таки с тобой поговорить про расход. И как так может быть, что при минималке Озона 550 рублей, которые есть, бюджет на день может быть меньше. Но давай мы с тобой для этого зайдем в трафареты и посмотрим мои компании. Мы смотрим их все и видим, что дневной бюджет, дневной бюджет. Тут уже можно задуматься 1000, 1000, 550, 1000, 1000. Но при этом, если мы посмотрим, например, ну давай за сегодня, наверное, еще рановато смотреть, давай за вчера посмотрим, мы увидим, что ни в одной из этих компаний мой расход не превысил мой бюджет. Почему так? Ну вообще это странно, что это нужно объяснять отдельно. Дело в том, что дневной бюджет это не то, сколько у тебя будет тратиться денег. Дневной бюджет это то, сколько у тебя максимум потратится. Но не факт, что ты перешагнешь за этот бюджет. Будет у тебя ставка, там, например, давай, допустим, зайдем к примеру из того, что у меня есть. Ну вот здесь был большой расход. Будет у тебя ставка здесь большая, будет у тебя конкуренция большая, там, соответственно, например, то тогда, может быть, ты достигнешь твоего дневного бюджета. Будет она у тебя маленькая, ты можешь его и не достигнуть. Это нормально. Я почти в своих товарах никогда не достигаю дневного бюджета. Но, опять же, потому что мои трафареты, они сделаны в таком виде, что практически на каждый мой товар они стоят отдельно. То есть одна компания на один товар. Поэтому, по идее, у меня тут как бы дневной бюджет должен быть ого-го, 4,5 тысячи. Но на деле он не перешагивает за тысячу рублей, как правило. То есть если мы сейчас все полистаем, посмотрим, там, давай, допустим, на прошлый день, то мы увидим, что здесь у меня 260 рублей, 260, 23 и все. То есть, видишь, вот эта вот та компания, которую я показывал в прошлом видео, то здесь мы с тобой можем увидеть, там, допустим, если мы возьмем ее за несколько дней, ну, давай, допустим, например, за неделю, которая она стоит, то мы с тобой увидим, что здесь ДРР вообще 2,9%, а расход за неделю, которую мы с тобой выбрали, составляет 160 рублей. Потому что бюджет не равно количеству расхода за день. Если вдруг ты этого не знал, надеюсь, это было для тебя полезно. Потому что вот прям я после того видео про трафареты, после прошлого, понял, что все-таки необходимо делать какой-то аналог обучения и прочего для совсем новичков. Потому что я просто физически перестал успевать всем отвечать на комментарии, на сообщения, тут уж извините меня, потому что сейчас их становится все больше, канал растет. И, ну, наверное, все-таки какое-то обучение, опять же, я задавал эти вопросы в Телеграм-канал у себя, я сделаю базовое, простое, где вот то же самое, что, по сути, кидает Озон тебе, то, что ты и так можешь открыть, найти в окрытых источниках. Просто я постараюсь сделать это, ну, наверное, в более понятном ключе, с возможностью задать мне вопрос, и совсем скоро такое обучение, наверное, по Озону появится. Поэтому следи, возможно, будет то, где тебе все объяснят пошагово. Далее фишка, которую могли не знать многие, и актуальные сейлеры, у которых нормальный результат, и все остальное, но это то, что CTR за клики будет всегда почти раза в три выше, чем за показы. И при том это очень странная вещь. Озон утверждает, что показывается все одинаково. Вот те примеры, я даже в поддержку им писал. Но, блин, а как так? Как если вы показываете одним и тем же людям в одних и тех же местах две компании, у которых, ну, понятное дело, бюджет отличается, но бюджет независим от CTR практически, то каким образом мой... Давай, допустим, окей, давай смотреть. Почему у меня здесь CTR 0,99%? Здесь у меня везде CTR, это клики все, если что, 3,3%. При этом, если мы сейчас уберем отсюда статус активный и посмотрим, какие компании у меня были еще, то мы с тобой можем посмотреть на их моей компании за показы. И вот, допустим, хиты звездной распродажи. И здесь мы, блин, ну это единственное, что... Давай мы сделаем вот так вот за весь месяц посмотрим. И мы с тобой видим, что в моих компаниях за клики 3 рубля... О, 3 рубля, 3%, 2%, 2,6%, 2,4%. Но при этом показы у меня... Вот у меня была компания, где у меня были на всех показы 0,64%. Озон, как так? Почему? Эти результаты в CTR, они не должны сильно отличаться. Они не должны отличаться там больше, чем на какую-то минимальную погрешность. Но почему вы тогда утверждаете о том, что это одинаково и то, что показывается везде? Это неправда. И CTR за клики у тебя будет больше, чем за показы. Ну, почти всегда. А что самое важное... Ну, почему это важно знать? Потому что CTR напрямую влияет на то, сколько человек придет в твою карточку. Потому что это количество тех, кто выделил, тех, кто перешли. И в случае, когда у тебя за показы ты не плачешь за переходы, я так подозреваю, что Озону невыгодно давать их тебе больше. Невыгодно ставить куда-то твою карточку. А в случае, когда плачешь за клики, им, наоборот, выгодно, чтобы чем больше людей выделили твою карточку, тем более кликнули. Поэтому, я так понимаю, что CTR в кликах, он есть больше. И да, ну, Озон будет отрицать то, что такое есть. Но это абсолютная правда. Это, ну, то, что подтвердит, я думаю, каждый, кто пробовал и то, и то. Поэтому тоже в идеале настраивайся по кампанию за клики. А вообще никто тебе не скажет, как сделать правильно, кроме тебя самого. Поэтому тестируй на своих товарах и создавай что-то уникальное под себя. Неважно, продаешь на маркетплейсах только начал или просто ищешь для себя новый увлекательный способ дохода, обрати внимание на мой интенсив по дизайну инфографики. Там всего за 7 дней ты получаешь все необходимые знания для того, чтобы создать первый дизайн инфографики для своего портфолио. После чего находишь своих клиентов и окупаешь интенсив буквально за один месяц. Да, так делают не все, но большинство учеников зарабатывают еще в первый месяц. А купить интенсив можно всего за 3-4 заказа от реальных клиентов. Помимо этого, если ты селлер, то тебе это поможет тем, что ты сможешь сэкономить деньги на дизайнере инфографики, которые, к слову, стоят, как правило, не так дешево, если он хороший. А здесь ты научишься делать все самостоятельно, с моей помощью, потому что поддержка в чате будет от меня на весь срок обучения. А помимо этого, все домашние задания проверяю лично я. Поэтому, если у тебя есть какие-то карточки, которые тебе нужно сделать, ты приходишь на интенсив, смотришь, повторяешь, делаешь под свои товары, кидаешь домашние задания и мы вместе с тобой дорабатываем. Создавая твою инфографику, делая ее гораздо лучше, чем она была. Ну, собственно, и все. Скидка 60% доступна по ссылке в описании. Переходи, регистрируйся, начать можешь прямо сейчас, потому что интенсив в записи, а все уроки ты можешь проходить в любое удобное для тебя время. До встречи. И далее снова совсем для новичков. Это про то, что да, много компаний одновременно можно делать, и иногда нужно делать. Про что конкретно я говорю? Если у тебя стоит компания за клики, это не значит, что этот же товар не обязательно нужно кидать за показы. Да нет, ну, пробуй, тестируй. У меня всегда стоит несколько компаний. У меня всегда настроена компания вот здесь вот, которая у нас есть в акциях. И как только у меня появляется что-то еще, потому что я участвую во всех практически, которые существуют, я сразу же закидываю их в продвижение дополнительно, для того, чтобы, опять же, и здесь показывать. Просто в ставках за клики я стараюсь поддерживать конкурентную мою ставку, ну, либо около того, в зависимости от того, сколько у меня товаров осталось, как быстро он продается и так далее. То здесь я просто включаю на показы на, там, бюджет, который чуть ли не минимальный. То есть в моей компании обычно строится так. Компания за клики конкурентная, либо чуть меньше. Компания за показы на 10 рублей, она стоит, на самом деле, у меня регулярно, а не только под видео было. И компания на акции тоже стоит за показы, примерно на 20 рублей за 1000 показов на каждый товар. Именно это помогает мне хватить гораздо больше людей своими товарами, своим одним и тем же товаром, гораздо больше позиций. И тем самым я могу понимать, что я имею охват по максимуму того, что у меня есть. Поэтому если я, допустим, перейду на главный и посмотрю, что у меня здесь было, давайте, допустим, зайдем в охват по трафаретам, то мы с тобой увидим то, что здесь у меня охват, там, допустим, 6%, здесь у меня охват был 8%, но при этом здесь у меня, когда его 2%, то я понимаю, что еще есть какой-то охват в показах, там, все условно. У меня есть какой-то охват, вот, там, допустим, за 10 рублей еще 3% и так далее. И тем самым я его увеличиваю и, опять же, имею гораздо больше заказов, вот, от подобного формата компании. Надеюсь, эти 3 совета, ну, в принципе, фишки были для тебя полезными. Я уверен, особенно если ты начинающий, потому что иначе я бы мне столько людей не писала по таким вопросам. Обязательно посмотри вот эти видео, подписывайся на мой канал, чтобы узнавать про маркетплейсы и дизайн для них, а также увидимся с тобой уже завтра. До встречи!